Добрый вечер. Странная тенденция идет на EBC, касаемо Майкла Джексона, что сейчас после 10 лет, когда от него уже ничего не осталось, снова идет попытка на нем заработать, ракетнуть, скажем так, не знаю, то есть два непонятных якобы свидетеля вдруг, по истечении стольких лет, вдруг, подобно герою фильма Бород, заявляют, что оказывается те двое, которые пытались нам засунуть кулак в задницу, и оказались гомосексуалистами. И в связи с этим уже появилось несколько формов поддержки Майкла. С другой стороны, любая радиостанция в Евросоюзе, по крайней мере, да и в Америке тоже по следам этого фильма, решила сократить ротацию песен Майкла Джексона на своих радио, хотя и так раньше нас особенно не баловало этими песнями, задается как бы некий вопрос, как бы, ну, во-первых, собственно, ну, а кто в это вообще сейчас поверит, поверит, какой идиот сейчас вообще в это поверит, ну, допустим, идиотов достаточно, ну, допустим, они поверят в это, допустим, еще один слушок пройдет, хорошо, кому от этого будет хорошо, да никому, потому что те деньги, которые он оставил в своей семье, там сидят ребята, которые из детства прошли такую школу в жизни, что из Джо Джексона, из Кэтрин Джексона, из, тем более, его братьев и сестер, выжить не удастся ни цента. Это не тот случай. Если они сами по себе богатые, то какого чё-то им нужен этот идиотский иск? Зачем BBC снимает вот эти вот дурацкие фильмы? Ведь был уже такой фильм на самом деле. Там некий башер какой-то, индуст, то ли индуст, то ли кто, через посред... Это, видимо, индуст, потому что это было через посредника, который был связан с Израилем, следовательно, вряд ли это какой-то арабист, вот. Ну, в общем, короче, там этот гейлер экстрасенс, этот израильский, он как-то их там свел, я так понял, пока смотрел. Я ещё не видел этот сам этот фильм, но, скажем так, действительно, это, наверное, будет ещё похуже, чем то, что они сделали с Майклом. И вот тут вот создаётся как бы несколько дилемм. Ну, дилемма первая, как бы. Майкла Джексона уже, даже, я думаю, один только череп остался, если он вообще был. Сомнительно, что за 11 лет человек вдруг понял, что то, что с ним производилось, так сказать, называется гомосексуализм. То есть ему в задницу всунули бутылку, а он, значит, типа до сих пор считает, что это друзья над ним пошутили. Ну, тогда это дебилы какие-то, я не знаю, что это такое. В принципе, ну, что, с другой стороны, Майкл Джексон ни разу не был увлечён ни в каких преступлениях подобного рода. И несмотря на то, что его можно не любить, его можно считать, не знаю, там, фриком каким-то, инопланетянином, кем угодно. Но, ну, во-первых, как бы, ну, совершенно не ассоциируется он, вот, никак, совершенно не ассоциируется с образом вот такого вот хитрого маньяка. Ну, посмотрите вот на Теда Банди, например. Вы можете увидеть совершенно другой типаж. Я думаю, что Майкл Джексон вообще не понимал, что от него хотят до конца. Он понимал только, что его хотят замучить, но при этом он совершенно не понимал ни за что ему это всё на голову сыпется. Ни в чём он там так провинился. Я думаю, что единственная его ошибка, это была такая же ошибка, я сделал в своё время тоже. Что, чтобы просто заткнуть глотку, он отстегнул какую-то сумму. А вот это уже делать, как показал мой жизненный опыт, нельзя. Потому что заплатишь один раз, будешь платить потом всю жизнь. Странно, что человек, который прославился своей самой мудрой песней «Билли Джин», где при певе говорится «Будь осторожным с тем, что ты делаешь, потому что однажды слухи станут правдой». Почему именно он вляпался в такую ловушку, которую, собственно, сам и описал? Хотя тоже ничего в этом такого нет. Каждый человек пишет свою историю сам. Не зря, между прочим, Тарковский говорил, что не стоит писать о себе в будущем лице. Я говорю про Арсения Тарковского. Ну, теперь сопоставим, как говорил Есенин, розу белую с черной жабой. Итак, сравним Майкла Джексона и, предположим, не будем ходить далеко, группа «Металлика». Вот представьте себе, что сейчас Джеймса Хэтфилда обвинят в том, что он расцлевал малолетних. Маловероятно. Во-первых, имидж не такой. Во-вторых, он как-то менее такой фрикастый. И, в-третьих, у этого парня на морде написано «Я кусаюсь», а у того было написано «Я не кусаюсь». И абсолютно его беззащитность сейчас, тем более, это просто уже идет какое-то вредительство на уровне даже непонятной, чего они с этого выиграют. Ну, чего, не будут эти деньги никому вообще выплачены, потому что, опять же, Кэтрин Джексон не имеет никакого отношения к этому всему. Тем паче его отец, тем паче его братья, тем паче его дети. Скорее всего, что адвокатов в этой семье будет достаточно, чтобы отбиться от посторонних, да и ими не привыкать, собственно говоря. Но, конечно, странно, что BBC решила кинуть такой страйк серьезный, вот именно по адресу человека, который, в принципе, и так, ну, прожил ужасно трагическую жизнь, так еще и сейчас зачем-то на него надо капать, как бы. Ну, сняли вы дерьмо про Хиросиму, сняли вы дерьмо про Нагасаки, ну, так, как бы, хватит дерьмо снимать. Но они продолжают снимать дерьмо. И за каким хреном этого, к сожалению, никто не знает. Но я тоже присоединяюсь к мысли о том, что ни в чем он не виновен, и ничего там не было. И не надо сейчас уже его трогать. Его уже нету, и, в принципе, кроме того, что ушел великий мастер, больше говорить на эту тему просто нечего. А кто пытается сейчас вспомнить, что кулак задницы – это не просто проявление большой любви, по-моему, они ошиблись временем и местом. Причем всеми местами. На самом деле, действительно, жалко, потому что не будь его, ведь не было бы никаких Редхо-Чили-Пепперсов бы, не было бы всего этого, много бы чего не было, по большому счету. Ведь главное, что не будет, ведь не будет. Так что, не знаю, дебильный, дебильный шаг, которого будут очень хреновые последствия. Но будем надеяться, что все-таки нормальных людей в мире будет чуть больше, чем просто любителей дешевого хайпа. Ну, на этом со всеми прощаюсь. Если кто-то не согласен с моим мнением, то совершенно необязательно писать что-либо про него. Снимайте свои видео и делайте свои собственные выводы. Всем пока.